Шановные присутни, вот вы бачите, у нас зараз мы шесть питаний разглянули и все в ней спрямованы на полыбшение стану нашего общественного, там, громадского простора, формируя в Одессе благоприятную среду и приводя город в порядок. Это объекты социального назначения, это объекты, которые будут служить одесситам. Я хотел бы сегодня, пользуясь случаем, заканчивая этот блок, напомнить вам, что сегодня в Одессе совместно с офисом президента, как я уже сказал, государственное муниципальное партнерство, реализуется целый ряд важных для Одессы объектов. Мы говорили только что о Урбан-парке. Очень важный для Одессы объект – это Румынский канал. Это тот объект, который позволит нам снизить уровень воды в Хаджибеевском лимане и обезопасить достаточно серьезную угрозу от затопления целого микрорайона в городе Одессе. Румынский канал планируется строить также за деньги государственного бюджета. Здесь плохо видно, но смысл в том, что мы соединяем море по существующему, когда-то построенному Румынскому каналу, что позволит снизить нам критический уровень воды в Хаджибеевском лимане. Проект крайне необходим городу. Я об этой угрозе или об этом важном объекте говорил уже на протяжении 8 лет. 8 лет и информировал практически всех премьер-министров, которые были за это время. Но вот сейчас мы как никогда близки к тому, чтобы все-таки реализовать этот проект. Следующий проект, очень важный, который реализуется – стоимость, какая стоимость она проекта? 660 миллионов. 660 миллионов гривен. О Ивановском мост мы уже говорили, давайте еще раз вернемся. Также проектно-смертная документация проведена, проводятся тендерные процедуры, они должны закончиться. И мы, вот вы видите, в каком состоянии он, и внизу на картинках, насколько это большой проект. Может быть, в масштабах мира и небольшой проект, но для города Одесса это проект очень большой. Сложность этого проекта в том, что он проходит над железнодорожным полотном, а, к сожалению, у нас опыта, например, в Одессе никто еще работаете не проводил. Ну, нас уверяют, что специалисты есть, и мы это выполним. Также проект находится на стадии проведения тендерной процедуры, и если будет у нас все идти по плану, как мы запланировали, мы планируем начать работу, активно начать работу в мае месяца этого года. Следующий проект у нас, о котором хотелось бы сказать, это строительство также спортивного объекта, по которому мы с вами когда-то на сессии городского совета принимали решение, объект строительства муниципального дворца спорта. Территорию мы выделили возле Одесского аэропорта, то есть, я имею в виду, почему я об этом говорю, о том, что проведенная работа позволяет нам провести, утвердить проект, провести проектно-сметную документацию и ожидать финансирования из государственного бюджета. Говоря о том, что о наших объектах, важных для города здравоохранения, мы привели в порядок, впервые, наверное, всю историю этой больницы еврейской, ее в порядок, приемные отделения, три отделения, которые там находятся, гинекология, хирургия и травматология, практически уже заканчиваются. Тот операционный блок, который существует в старом виде, вы видите, слева вы видите, в каком состоянии он сегодня находится, на снимке, как это находится. На самом деле там семь операционных и фактически вся нагрузка по оказанию помощи, ургентной помощи одесситам при получении травм, проведении операции проводится в первой и в одиннадцатой больнице. Но первое несет очень большую нагрузку. Оборудование, состояние этих операционных в очень нехорошее состоянии. Поэтому это порядка двухсот миллионов гривен, которые также мы попали в перечень тех объектов, которые должны... Также проведены все работы проектно-сметной документации, поданы и ждем финансирования. Следующий проект – Валиховский корпус. Я думаю, вам не надо объяснять оснащение Валиховского корпуса. Это инфекционная больница, порядка 180 койко-мест в ужасное состояние самого корпуса, как историческая памятника архитектуры, так и внутри, соответственно, внутри. Вы видите состояние вот слева у нас в том состоянии, в котором сейчас, и как мы планируем это. Привести в порядок, так как мы навели порядок в пятой больнице, в отдельных корпусах и отделениях инфекционной больницы. На это также понадобится до двухсот миллионов гривен, примерно пока наши расчеты, также за деньги государственного бюджета. Также, говоря, я вскользь скажу, объектов гораздо больше, но то, что я хотел бы сегодня заканчивать этот блок сами, зарядить вас каким-то оптимизмом на те задачи, которые перед нами стоят, это приведение в порядок наших улиц. Мы все ходим и неоднократно критикуют нас за состояние тротуаров по улице Пушкинской, в центре города. Действительно, это так. Но приводить в порядок тротуары или фасады, надо, я считаю, это должен быть единый комплекс работ. В том числе и проведение освещения, замена освещения и так далее, и так далее. Вот верните, пожалуйста, вот те состояния, которые у нас есть. Также нашими подразделениями, я скажу вам, что при ремонте улицы Ришлевской и Пушкинской в планах наших стоит ремонт более 30 фасадов. Все фасады мы будем делать так, как и уже начали делать, с подсветкой, с освещением современным. И замена всех коммуникаций и канализации для того, чтобы спрятать все эти сети, которые у нас висят на фасадах дому, убрать перетяжки, на которых находится наружное освещение. Следующий слайд. В идеале, конечно, хотелось бы видеть наши улицы. Такими также разрабатываются проекты, как нам сделать эти зеленые зоны возле деревьев, насколько они, сделать их более культурными. И планируется мощение такой плиткой, достаточно удобной, гранитной плиткой, не плиткой мелкой в старый город, чтобы позволить там и женщинам на каблуках, и коляски будут более, я считаю, что перемещаться, более удобно будет передвигаться и путешествовать нашим городом. Такие же проекты визуализации есть по улице Решильевской.